Нетрезвых водителей на дорогах области становится все больше. По их вине происходит ДТП порой с летальным исходом. Только за 20 дней этого года задержали 30 водителей, которые управляли транспортом в пьяном угаре. Статистика января 15 дорожных происшествий и 8 погибших. Зачастую те, кого лишили водительских прав, все равно садятся за руль, не осознавая всю серьезность ситуации. По словам полицейских, в основном ДТП происходит с участием молодых людей. К теме продолжит моя коллега. В прошлом году в Атроп 567 водителей за вождение в состоянии алкогольного опьянения были лишены прав управления автомобилем на 7 лет. По словам ответственных специалистов, кроме факта управления автомобилем в нетрезвом состоянии были задержаны молодые люди, которые превышали скорость. 4 января около 3 часов 20 минут в селе Тамарлы был остановлен автомобиль марки Ниссан Тиана. При проверке установлено, что водитель 1995 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем. Несмотря на грубое нарушение правил дорожного движения под воздействием алкоголя, они создают аварийные ситуации для других водителей, считают специалисты. С начала года сотрудниками батальона патрульной полиции за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения выявлено около 30 водителей, в отношении которых возбуждены дела по части 1 статьи 608 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях и направлены в административный суд. Решением административного суда указанные водители лишены права управления транспортными средствами на 7 лет и арестованы на 15 суток. Кроме того, зафиксированы факты дорожно-транспортных происшествий из-за неблагоприятных зимних погодных условий. По сигналу тревоги компетентные органы предупреждают водителей ехать без превышения скорости. С 17 января в 10 часов в районе школы номер 38 по проспекту Султана Бейбарса автомобиль Кио Рио съехал со второстепенной дороги и создал аварийную ситуацию для автомобиля Газель, который двигался по главной дороге. В результате Газель перевернулась на обочину. Пострадавших нет. По данному факту ведется сбор документов. С учетом скользкости дорожного полотна. Напомним, в настоящее время в целях обеспечения правопорядка и безопасности в городе Атрау проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». Аружан Гали, Аймбур Харюйна, Алихан Хайдар, Телеканал Атрау. Аружан Гали, Арифан, Арифан, Арифан. Продолжение следует...